Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска. 3 литра, автомат, передний привод. Мы на нем почистим дроссельную заслонку. Просто по желанию хозяина, я это делаю регулярно, примерно раз в полтора года, поэтому возьми, почисти ее, пожалуйста. Поэтому мы сейчас поднимаем капот и смотрим, что нам для этого нужно сделать. Вот она наша дроссельная заслонка. Вот такая штука. Сейчас будем снимать корпус воздушного фильтра и добираться до нее. Приступаем. Открутил корпус воздушного фильтра. Сейчас отключаем вот эти вакуумные шланги, так как мы будем полностью фильтр снимать. Откручиваем... ...в боку. Можно открутить здесь. Также здесь есть два фланга вакуумных сбоку. Их тоже отключаем. Верхний у нас помечен желтой краской. И снимаем этот разъем. Нажимаем на флажок. И отводим его назад. Поднимаем крышку воздушного фильтра. И выводим ее из зацепления. С патрубком воздуховода. Снимаем и убираем воздушный фильтр. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра. Головочка здесь на 10. Один спереди, два сзади. Вот здесь. Вот здесь... А вот так. Вот здесь в домах. Снимаем воздуховод вот здесь. Снимаем воздуховод. Открутили вот воздуховод. Теперь отцепляем шланг, ой шланг, проводку, клипсу, который держит проводку на нашем воздухозаборнике. И с другой стороны. Снимаем здесь разъем. Вот теперь мы можем, отключив вот этот один шланг, снять корпус воздушного фильтра. У нас держит проводку. Надо аккуратно снять клипсы, чтобы их не сломать. А как их аккуратно снять, будем сейчас ковырять. Так, ну все, корпус мы вытащили. Теперь откручиваем еще один ресивер у нас воздушный. Скажем так, не ресивер, а компенсатор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проведение следует... Вот так вот. И вот именно мы видим нашу дроссельную заслонку. Вот она. Для этого мы отключаем разъем. Нажимаем здесь фиксатор сбоку. Готовим болты десятки, снимаем хомуты, снимаем разъемы, сбросим давление, пробочку ослабим, давление сбросим, снимаем эти хомуты. Ослабляем шланг. Все, вот он, шланг ослабился. Здесь у нас есть распорка, кронштейн, головочка на 10. Мы ее откручиваем. Она крепится на один из крепежных болтов, который крепит заслонку. Вот он был, сняли. Села камера, включил телефон. Снимаем сначала дальний патрубок, с него я хомут снял тоже. Вот приготовил два болта десятки. Сдергиваем и втыкаем болт. Так же этот патрубок. Сдергиваем и втыкаем болт. Антифриза потеря минимальная, там совсем чуть-чуть. Берем головку и откручиваем вот эти болты. Слабляем. Добавляем. Используйтесь. Убираем. 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 Все. Вот она заслонка наша должна отойти. Отошла. вот такая вот заслонка налет на ней какой-то непонятный как как будто глины набросали берем ну что берем нашу заслонку смывается хорошо непонятно что за налет такой вот Смывается весь, немножко стоит, кусочками получается Он как-будто с песком, не с песком, какое-то вкрапление у него Ну что, ждем маленько и еще продолжаем Полежал маленько, высох, а этот какой-то налет гуляется Сейчас мы его еще помоем и сдуем компрессором Ну что, продуваем Ну вот, продул его компрессором Вот такой вот он чистоты стал Берем, устанавливаем его на место Протираем здесь прокладочку И наживляем Вот так вот, болты Вот так вот Вот так вот Вот так вот Надеваем на место хомуты Вот так вот Вот так вот Вот так вот Одеваем на место кронштейн И наживляем четвертый болт на заслонку Наживляем гайку на кронштейн И затягиваем эту гайку Эта гайка была не затянута Видать, забыли подтянуть ее Так, ну теперь затягиваем крест-накрест заслонку Одеваем разъем Так, устанавливаем на место вот этот компенсатор И затягиваем хомут И затягиваем хомут Так, хомут мы портянули Ставим корпус воздушного фильтра Здесь вот эта проводка на корпусе крепится Сначала опускаем корпус, потом защелкиваем проводку Вот так вот Так, все, защелкнули. Теперь наживляем корпус. Здесь снизу еще один воздуховод подходит, попадаем его в гнездо, вот он встал. Ставим вот этот воздуховод спереди. Здесь у нас идет шланг, а здесь у нас идет проводка. Надеваем проводку, надеваем разъем. Надеваем клипсы, надеваем тонкий шланг сюда. Здесь эти шланги шли вот в этом зажиме. Теперь наживляем здесь и наживляем здесь. Так, надеваем на место шланг. Здесь и здесь. И надеваем на место уже. Так, у нас здесь еще вот эти два шланга идут наверху. Верхний желтый. Так. 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 И затягиваем вот этот хомут. Так, надеваем вот этот шланг. Надеваем вот этот шланг. Надеваем вот этих два шланга у нас сбоку подходят. Вот верхний у нас здесь помечен желтым. И надеваем разъем. Так, ну что, здесь мы все собрали. Теперь мы пробуем заводить. Вот данный момент автомобиль холодный. Поэтому сейчас посмотрим, прогреется. Какие у нас будут обороты после прогрева. Ждем. Ну вот, как видно, автомобиль прогрелся. Температура у него рабочая. Обороты у него снизились до рабочих. Заслонку обучать не пришлось. Сама встала в нормальное состояние, в нормальный режим. На этом промывку дроссельной заслонки мы закончили. Всего вам добро. Продолжение следует. Продолжение следует.